Субтитры делал DimaTorzok Ох, наконец-то прилетели! Орел! Не бросай так рано, нужно сначала поздороваться со зрителями. Ну сколько можно тебя учить? Доброе утро, друзья! С вами Орел и Решка Кругосветка. И сегодня мы во Флоренции. Это ведь город искусства, это город эпохи возрождения. Здесь создавали свои шедевры Микеланджело, Боттичелли, Донателло и сам Леонардо да Винчи. Кто точно из них создавал вот этот шедевр, такая карточка пластиковая, золотая? Очень бы хотелось, чтобы она сопровождала меня в этом путешествии. Ну давай подкинем? Давай. Ой, мамочка, орел! Решка! Да, ну с Богом! Привет, Флоренция! Открывай уже! Вот ты можешь нормально бросить! Слушай, хорошим девочкам золотая карточка и прогулки по музею. Возможно, знакомство с самим Леонардо да Винчи. Третий раз по-бедному я это не выдержан, честное слово. Все. Флоренция. Город-цветок. Город-шкатулка. Город-музей. Здесь жили Микеланджело и да Винчи. Творили Данте и Боттичелли. Именно такое знают Флоренцию все туристы. Но мы покажем вам другую Флоренцию. Это город тайных ходов. Секретных кодов. Точно, есть. И зашифрованных знаков. Я просто не верю своим глазам. Во Флоренции нельзя верить своим глазам. Здесь все вещи имеют другой. Тайный смысл. Вот знаете, как сложно выбрать машину, имея золотую карту? Всякие вот эти суперкары, гибриды и тому подобное. Поэтому я воспользовалась итальянской мудростью. Юристы ездят на Порше. Сутенеры выбирают Феррари. А умные, богатые люди, которые не любят выпендриваться, выбирают Мазерати. Класс! Прям под носки мне. Какая чертовка-то, а? И пусть все мужчины поплачут возле экранов телевизора. А я поехала. Со 100 долларами во Флоренции и думать нечего. Нужно сразу бежать на автобус. 8 евро – это не дешево, но это самый доступный способ добраться до центра города. Моего железного жеребца зовут Мазерати Гибли. Он настоящее произведение искусства. Его любят за мягкий баритон V-образного шестицилиндрового двигателя. За прыткость при включенном спорт-режиме. За эксклюзивный кожаный салон. Чтобы вы не понимали, 5 часов аренды такой машины стоят 1900 евро. Быть во Флоренции уже праздник. За столько сезонов мы объездили по две сотни городов. Но Флоренцию оставили на десерт. Ву-ху! Хеллоу Флоренция! Боже, какой-то просто невероятный город. Он настолько красивый, он настолько, знаете, пропитан такой атмосферой... не знаю, любви, торжества, какого-то богатства. Приезжаешь сюда и понимаешь, что это какая-то машина времени. Саренция не меняется. Да и не поменяется. По закону в городе запрещено менять окна и двери, перекрашивать стены домов и крыши. Все должно оставаться прежним, как и пять веков назад, во времена Микеланджело и Леонардо да Винчи. Удивительно, но бродя по узким флорентийским улочкам невозможно понять, насколько этот город по-настоящему красив. Кроме бесконечных бежевых стен ничего и не видно. Но стоит только вынырнуть на какую-нибудь площадь. Как видишь громадные соборы, невероятные древние ансамбли. Флоренция – она как картина. Ее красота видна только на расстоянии. Собор Санта Мария дель Фьора лучше всего рассматривать под прекрасные звуки скрипки. Этот собор – главный символ Флоренции. Он похож на громадную шкатулку, украшенную бело-зеленым мраморным кружевом. Собор был построен таким огромным, что мог вместить под своим куполом всех жителей города. На тот момент это 90 тысяч душ. По замыслу архитекторов, это даже не столько собор, сколько крытая городская площадь для собраний. Санта-Мария, какой красивенный и огромный собор! Это же велисимо! А какой вид на город с него открывается! Пройдя по узкой и закрученной, как штопор, лестнице, ты попадаешь, ну, я бы сказала, на небеса. Весь купол покрыт огромной фреской. Так называют роспись по сырой штукатурке. Роспись площадью, на секундочку, с футбольное поле. И это на высоте 80 метров. Я не понимаю, как в то время можно было расписывать купол на такой высоте, у этих художников, что были крылья. Ой! Восторг! Восторг! Флоренция поистине божественный город. Здесь все безупречно, как в шедевре Леонардо да Винчи. Вот взять хотя бы дворец Веккио или церковь Санта-Крочи. Ну разве они не идеальны? А где вы видели мост, на котором живут люди? А здесь такой есть. Вот он, знаменитый Понте Веккио. Разве он не прекрасен? Здесь, на крыше купола Санта-Мария-дель-Фьоре, я впервые пожалела о кругосветке. Что уже послезавтра придется оставить Флоренцию и лететь в следующий город. Что ближайшие шесть месяцев я не смогу вернуться сюда вновь. Пока Леся там вздыхает, я решила поселиться в отель. Но не в обычный, а в отель во дворце, принадлежащем знатному флорентийскому роду Питти. Семья живет на третьем этаже, а на втором этаже дворца сделали шикарный бутик-отель. В средние века в столовых обязательно вешали большую картину с генеалогическим древом. Признаком роскоши считался большой камин с зеркалом и позолоченными фигурами. Тогда это было вроде крутой плазмы на всю стену. А также портреты детей. Кстати, вот эта вот девчушка в няшном розовом платьице на самом деле мальчик Дон Франческо Лапарелли Питти. До двадцатого века у аристократов считалось, что пока мальчика воспитывает мать, это до семи лет, он должен ходить в платье. Отличить мальчика от девочки можно только по прическе. Если пробор посередине, это девочка. Если пробор справа или есть челка, значит пацан. Ну вот и мой номер. Все стены и потолок занимает огромная древняя фреска. Греческие боги, античные герои, геркулес, кентавры. И сам чувствуешь себя персонажем этой картины. Невольно благоговеешь перед богатством и могуществом хозяев замка. Питти, какие были продуманные, просто до кончиков пальцев. Придумали эту комнату для того, чтобы приглашать сюда гостей. Селить как бы, вот, посмотрите, у нас это обычное дело. Мы всегда в таких живем апартаментах. На самом деле, они очень пытались и хотели показать свое богатство. Шокировать всех, кого могли и не могли. И у них это, поверьте, получается до сих пор. Я в шоке. Это дверь? И стоят эти королевские хоромы всего 350 евро в сутки. Не могу прям привыкнуть, прям очень круто. Так красиво, чувствуешь себя как в музее. Разница только в одном – в музее ни к чему нельзя прикасаться. Даже близко подходить нельзя. А тут заплатил деньги и трогаешь сколько хочешь. Класс! В средние века Флоренция была пристанищем для тьмы разных секретных обществ. Здесь собирались масоны. Закрытые церковные общины. Алхимики проводили свои эксперименты. Все они использовали тайные символы и зашифрованные послания. Такие символы во Флоренции повсюду. Сегодня мы найдем и расшифруем некоторые из них. Кладезь всех этих тайн и загадок – галерея Уфицы. Это 45 залов шедевров. Здесь творения Джодда, Боттичелли, Микеланджело, Тициана. Все туристы, приезжая во Флоренцию, в первую очередь идут сюда. Но они просто рассматривают картины. А я расшифрую их секретные коды. Но для этого мне нужен эксперт. Сейчас мы разгадаем все загадки Боттичелли. Сандра Боттичелли. Весна. Для непосвященных – какие-то люди в апельсиновой роще. Но нет, в каждом элементе есть тайный смысл. В картине зашифровано имя ее владельца. Апельсины на латинском – меломедика, буква М. Лавровое дерево на заднем плане – это буква Л. Картина – это как бы анаграмма для Лоренцо Медичи. Микеланджело – святое семейство. Обычные люди здесь видят мать, отца и дитя. Ну и оголенных мужчин на заднем плане. Микеланджело сам был нетрадиционной ориентацией. И эта картина – зашифрованное послание художника о том, как в то время относились к таким, как он. Тициан, Венера Урбимская. Обычный человек видит обнаженную девушку. Но был обнаружен тайный знак – собака. Собака – это символ верности. Секретов полно и на улице. Вот лицо, нацарапанное на камне. По легенде это сделал сам Микеланджело. Он увидел, как на площади казнили мужчину и, не глядя, вырезал профиль этого человека прямо на камне дворца. Говорят, душа казненного до сих пор бродит здесь. Вот статуя Персея. Она тоже таит в себе секрет. Обратите внимание на затылок героя. Лицо. Я просто не верю своим глазам. Так скульптор зашифровал автопортрет. Вот идешь мимо дома, а тут оказывается замаскированный тайный ход. Изначально им пользовалась семья Питти. Позже здесь был полицейский участок и через секретную дверь заходили информаторы, которые сдавали преступников полиции. Я не знаю, что делать. Да, Флоренция, конечно, пропитана искусством и эти тайные знаки абсолютно везде. Именно поэтому сейчас я иду к человеку-легенде. К единственному невымышленному персонажу из книги Кот да Винчи. Маурицио Сарачини – самый знаменитый исследователь загадок Леонардо да Винчи в мире. Знает все о тайнах картин. Под верхним слоем краски находится еще один. Это обычная вещь для средних веков. Холстов тогда банально не хватало и художники часто писали картины одна поверх другой. Сегодня с помощью сканеров, эндоскопов, микрокамер можно увидеть подноготную старых картин. Маурицио нашел уже сотни скрытых шедевров, но лишь один не дает ему покоя. Это утраченная фреска Леонардо да Винчи. Маурицио всю жизнь посвятил ее поискам. И считает, что наконец-то нашел. Она спрятана за другой картиной. Просто представьте, что вы снимаете первый пласт стены и видите… Как тут не отправиться на поиски фрески? О, вот это масштаб! Так круто, как будто ты видишь какое-то расследование. И вот сейчас-сейчас-сейчас буквально оно все откроется тебе. Маурицио сказал, что на картине надо найти маленький зеленый флаг. Точно, есть! Я вижу этот флаг. Там не написано «Черкатрова». Видите эту надпись? Она означает «Кто ищет, тот найдет». Когда Маурицио увидел эту надпись, у него пропали все сомнения, что именно там, за этой картиной, и спрятана утерянная фреска Леонардо да Винчи. Но разрушить стену нельзя, ведь она историческая ценность. И никому не известно, когда мир увидит спрятанный шедевр. М-да. От этих тайн и загадок страшно разыгрался аппетит. Самая доступная еда для туриста со 100 долларами – это уличный фастфуд. Во Флоренции он такой же, как и 500 лет назад. Местные фанатеют просто от этого фастфуда. Что-то он вытягивает. В средние века бедные люди не могли себе позволить мясо. Поэтому варили коровьи кишки, желудки и вымя. Приятное на вкус. Такое мягкое все. Можно сказать, булочка пропитана желудочным соком коровы. Представляете, этому сэндвичу 500 лет. Я сейчас ем ту самую пищу, что когда-то ел Леонардо да Винчи, Микеланджело. Это так вдохновляет. Сейчас пойду лепить скульптуры или рисовать фрески. Флоренция – мегапопулярный город у туристов. Здесь полно дорогих отелей и бюджетных хостелов, начиная от 15 евро за койку в общей комнате. Но мне повезло. На мой запрос откликнулись пара ребят – каучсерферов. Но вы помните, это такие люди, которые бесплатно принимают у себя бедных туристов. Я уже слышу какие-то крики. Это не те ребята, у которых я буду ночевать. Я не знаю, за что пьем, но, наверное, за меня. Спасибо, друзья. Андреа и Марка – каучсерферы со стажем. Они любят устраивать вечеринки, чтобы не было скучно ни им, ни гостям. Они приняли у себя уже 700 туристов. И это всего за два года. И сейчас здесь, кроме меня, трое постояльцев – Сю Ин из Гонконга и две мексиканки – Мария и Хуанита. Пусть там бедная Лейса пьет шмурдячок из пластиковых стаканчиков, а для настоящих, богатых сеньор созданы закрытые вечеринки. Мони токс, мони шатс, don't take much to hear, like it or not, you need a lot, if you're gonna make a life down here. Прям так и веет пафосом и гламуром. Здесь не бывает случайных людей. Здесь все свои. Медиамагнаты, ательеры, кутюрье, телеведущие и модные рестораторы. Чтобы попасть на такого рода вечеринку, нужно быть либо членом закрытого клуба, либо прийти по приглашению самого президента или кого-то из чинов клуба, либо заплатить 5000 евро, как это сделала я. Но мне весело. Это, наверное, оттого стоит. Сегодня в старинном оперном театре устраивают благотворительный вечер. В переводе с миллионерского языка на обычный – это просто лишний повод выгурить свои дриллианты, меха и новую пассию. А также можно завести полезное знакомство. Ну, в общем, я в тусовке. Гуляем? Так что, как говорится, все дорого и богато. Кульминация вечера – это благотворительный аукцион прямо на сцене театра. Здесь продают совершенно бесполезные вещи. Например, копченую свиную ногу или кастрюлю. Вырученные деньги идут на помощь детям и обездоленным. Хотя на самом деле миллионерам просто скучно. Им нужно потрясти пачками денег, чтобы они там не залеживались и не покрывались пылью. Я тоже хочу. 900? Промиссия! Куда дай, на патрон? За патрону написала, 1,100. Спасибо большое. Кто сказал там тысячи рублей? Ни-ни-ни-ни-ни! О, мой бог! 1,600. 1,600 евро? Ни девица, 1,600 евро? Кто хочет побороться со мной? Давайте. У меня самая карта. Вот так вот веселиться с богатыми. Не успела и глазом моргнуть, как купила сумку за две тысячи евро. Да во Флоренции можно так повеселиться, не потратив ни копейки. Боже, бедный, бедный парень. Почему я постоянно попадаю в какие-то тусовки. Мы немножко выпили и Марко меня куда-то повел. Девочки, я скоро вернусь. Они такие напористые, эти итальянцы. И тут вдруг нарисовался Андреа. И они решили показать мне спальню. Я просто спросила, спросила уточнить, потому что я ж сама переживаю. Я ж не то что... Даже не знаю, сейчас радоваться или плакать. Погуляла на 7 тысяч евро, съела ризотто, выпила бокальчик шампанского и вина. Все нормально. Я богатая леди. Я могу себе позволить все. И даже сумку за две тысячи евро. Не падай. Когда говоришь об Италии, сразу приходят ассоциации. Та, ста, пицца. Да. Но здесь, в Тоскане, отдают предпочтение совсем другому – флорентийскому стейку. Вообще, стейк считается традиционным блюдом в США и Аргентине. Но хозяин этого мясного ресторана, Дарио Чикини, об этом не хочет даже слышать. Он настоящий мясной маньяк. И готов убить за честное имя флорентийского стейка. Сегодня он приготовит для меня лучший стейк во Флоренции. Стейк готовят только из коров породы кьянина. Это самые большие коровы в мире, под два метра ростом. Резина, в ней у нас лучший стейк. Ла бистека а-ла Фиорентина! Уху! Браво! Окей. Господи, какая презентация. Я прям такая темпераментная. Уже даже не важно, какого вкуса это мясо. Просто класс! Делайте, кормите меня! Уху! Браво, брависсимо! Ну что ж, приступим. Стейк на грани. Такая, знаете, тонкая комбинация вкусов. Хрустящей корочки и абсолютно сырого мяса внутри. Других степеней прожарки у флорентийского стейка не существует. Иначе он просто перестанет быть флорентийским. Ммм, как это вкусно! С закрытыми глазами никогда и не скажешь, что мясо сырое. Оно нежнейшее. Потому что невероятно тает во рту. Не нужны никакие специи. Ничего не надо. Просто приготовить его правильно. По-флорентийски. Браво! Когда гуляешь по городу, начинаешь замечать, что дорожные знаки во Флоренции какие-то странные. Вот человечек тянет кирпич. А вот музыкант разбивает свою гитару об запрет. Они здесь повсюду и стали уже местной достопримечательностью. Знакомьтесь, это Клет. Клет – уличный художник. И все эти необычные знаки – его рук дело. Он начал обклеивать знаки пять лет назад. Тогда это считалось хулиганством, и за ним даже охотилась полиция. Но потом местные власти поняли, что такая фишка нравится туристам. И Клету разрешили делать со знаками все, что он захочет. Так вот человек из хобби сделал бизнес. И даже открыл собственную студию. Как музей. Боже, сколько знаков. В каждый знак Клет пытается вкладывать философский смысл. Вот человек распят в тупике. Вот человек заложник запретов. А вот полицейский, который любит ограничения. Я считаю, что женщина на этом знаке реально сможет остановить мужчин. Но самое главное – люди на такие знаки обращают внимание еще больше. А значит, нарушений будет меньше. Ну а я продолжаю роскошную жизнь аристократа. Во Флоренции есть богатая опция – каждый может увековечить себя в скульптуре. В Орле и Решке такого еще никто не делал. Мы сейчас находимся в студии Романелли. А это, чтобы мы понимали, целая династия скульпторов. Между прочим, которые любили всяких принцесс, герцогов, разных миллионеров и даже самого Муссолини. Каждый может прийти в эту студию и за пару тысяч евро заказать себе себя. Правда, скульптура за пару часов не делается, поэтому я попросила скульптора Рафаэлла заранее сделать заготовку по фотографии. Но сейчас эта глиняная барышня будет превращаться в меня. Рафаэлла Он так увлеченно работает, что в какой-то момент чувствуешь его прикосновение на себе. Вы представляете, со скульптором во время лепки нужно разговаривать. Потому что он должен почувствовать твой характер, узнать твою душу. Иначе изображение не будет таким реальным. Но за четыре тысячи двести евро хочется быть даже немножечко лучше, чем реальный. Только не лепите второй подбородок, пожалуйста. Маленький, маленький. И грудь. Грудь? Да. Грудь означает «пинг». Не снимай сейчас это, не снимай. Пару часов спустя я была почти готова. Осталось подсохнуть и нанести защитное покрытие. Кстати, скульптуру можно покрыть золотом. Правда, тогда ее цена сразу возрастет до миллиона евро. Можно ли я не позвонить продюсеру нашему? Мы сейчас вот скульптуру лепим, как бы мою. А мне предложили сделать ее из золота. Сколько стоит? Буквально миллион долларов. Там чуть-чуть буквально… Нет, извини. Миллион евро, прости, перепутала. Что? Алло? Лена? Лен? Алло? Недалеко от Флоренции есть городок Пиза. Он знаменит тем, что в нем находится одна из самых ярких мировых достопримечательностей – знаменитая, все вместе хором, Пизанская башня. Я тут подумала, если я уже во Флоренции, ну грех туда не мотнется – всего часик на электричке и я уже там. Пиза – маленький городок, красивые улочки, мосты… Но сюда едут не ради этого – все едут смотреть на нее. О, Пизанская башня! Она – самый узнаваемый символ Италии. Не найдется страны в мире, где бы не узнавали ее скособоченный силуэт. Изначально Пизанская башня должна была всего лишь стать колокольней собора, который рядом. Но сегодня о соборе никто даже не вспоминает. Когда-то архитектор немножко ошибся и решил строить башню на месте, где грунт мягкий и ненадежный. После постройки четвертого этажа грунт, конечно же, просел. И башня накренилась. А может, оно и к лучшему. Да была бы башня ровная, никто бы о ней не знал, я вас прошу. А так – нескончаемый поток гостей из разных стран. Интересно, что люди едут в Пизу не для того, чтобы узнать исторические факты о башне, а чтобы сделать дурацкую фотку. Вот такую. Или вот такую. Или даже такую. Ну или у кого на что хватает фантазии. Все это фотодвижение в жизни выглядит очень смешно. Люди просто стоят с вытянутыми руками, поднятыми ногами и очень серьезными лицами. Нет, все еще надо. Вот так вот. За два дня я убедилась, что Флоренция – один из тех городов, который просто создан для богатого отдыха. Здесь нереальное количество разных богемных развлечений. Только успевай отлистывать сотни и тысячи евро. Хочешь – можешь брать уроки оперного пения. Хочешь – можешь стать актером и сыграть в средневековой театральной постановке. А если есть лишние 150 евро, специальный фуд-художник создаст для тебя съедобный шедевр Леонардо да Винчи. Микеланджело, Леонардо, Боттичелли, Дуомо, Понте Векхио, Санта-Мария-дель-Фьорре – все эти слова звучат как сказочное заклинание. У меня глаз сейчас дергается, видите? Возникает желание и самому что-то писать, рисовать, лепить, творить. Только не лепите второй подбородок, пожалуйста. Маленький смол. Здесь грех искать развлекательные центры, аттракционы и шопинг-моллы. Приезжаешь сюда и понимаешь, что Флоренция не меняется. Это город искусства. Так что будь добр, наслаждайся прекрасным и вечным. Сейчас пойду лепить скульптуры. Браво. Браво. 1 3 2 3 2 3 4 3 Я была искусством, я даже ездила в произведения искусства. Ты, прости, наверное, устала? Нет, я просто говорю, что это неудивительно, потому что у тебя золотая карточка уже третий раз подряд. Я устала. Я устала тоже восхищаться в этом городе. На самом деле, представляете, мои ноги ходили там, где когда-то ходил сам Леонардо да Винчи. Я так вдохновилась в этом городе, что даже написала стих. Флоренцию я не забуду. Собор, вино, цветок ириса. А еще мне будут сниться прекрасной формы Диониса. Боже мой, какая статуя, прекрасная статуя просто. Обязательно приедете во Флоренцию. Я тоже так не знаю, песни написала. Ой, только не надо песен. Одной поэтессы достаточно. Не надо. Это буквально один раз.